Иногда в Расте знакомство может решить исход вайпа. Так я познакомился с иностранцем, который рассказал, как ему было тяжело выживать одному, и как его несколько раз рейдили клановые игроки. И я решил ему помочь. Этот ролик о том, как два разных человека с разных континентов объединились, чтобы выжить. А если вкратце, это история иностранца. А еще завтра на канале Уплюшки выйдет максимально угарный видик вместе со мной. Проливт убийцу. Не забывайте ставить лайки, подписываться на канал и оставлять комментарии. Это очень важно. А также у меня есть группа ВК, в которой очень много всего интересного. Переходи по ссылке в описании, я тебя там жду. Приятного просмотра. Мое выживание началось на американском забитом сервере. И как только я заспаунился, я увидел, как какой-то бомжик фармит дерево. Сразу я ему показал то, что я не настроен агрессивно и убивать его я не собираюсь. Я пытался с ним поговорить. И мне было действительно интересно, почему же он со мной не разговаривает. И оказалось, он не знал на какую кнопку нажимать. Оказалось, что Атом полностью новичок. У него было всего 15 часов. И так как я опытный растер, я решил его самую малость обучить. На речке мы с ним пособирали немного тыковки, кукурузки и попили водички. И побежали в сторону аут поставить. Там можно было построить наш первый домик. Блин, тут не очень хорошее место, чтобы дом строить. Потому что здесь нет... О май гаад. Просто посмотрите на это, мэн. А по пути я рассказывал о том, что это за игра и как в ней правильно выживать. Килен. Гуджет, мэй фэнт. Да, ты очень хорошая учитель. Мой друг. Да, я знаю, я знаю. Я красивый. Я получил 15к в час в этой игре. Стоит мне. Нет, нет. Боу-гай, боу-гай! Ру! Ру, мой друг! Что случилось? Боу-гай, боу-гай! Ру, 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 мой друг, не уйдет! Мы должны убить его. Гоу-файп! Гоу-файп! Боу-файп! Блин, он походу не убьет его. Нет, он не убил. И, к сожалению, ученик Атом с ним справиться не смог. Тогда мы снова с ним встретились и уже неподалеку от аут поста. Эх, вы просто посмотрите на это милое и совсем пока еще не токсичное личико. Знал бы он, что его ждет впереди. Добежав до аут поста, Атома я познакомил с моим лучшим другом, кабаном по кличке Шарик. Привет, мой маленький пиггий. Это мой пиггий-вент. Нейм Шарик. Привет, пиггий. Да, нейм Шарик. Шарик. Привет, Шарик. Ха-ха-ха-ха! Что случилось, мэн? Чаптан. Чаптан, я нужду. Оу, ты нуждаешь путь. Если нет проблем, возьмите панки. Ха-ха-ха, намечается что-то очень забавное. Блин, может его в Дискорд позвать? Где ты из-за этого? Я из-за Турклия. С турецким другом мы нафармили еще немножечко камня, чтобы обменять его на дерево и отстроить наш первый домик. Это был самый простой метод отстроиться на полностью забитом сервере. Это очень хороший трейд в старте. Ну и, конечно же, все свои действия я объяснял Атому. Окей, сейчас мы получили дерево, мы можем построить первую базу. И вы не представляете, как же сложно было найти место возле аутпоста, чтобы там построиться, ведь везде стояли шкафы. Так у нас появился первый и очень даже просторный домик. Окей, это первая база для нас. Я его обучал абсолютно важным вещам, чтобы он понимал, как играть в эту игру и чтобы он не терял свои домики. И знаете, нам с Атомом было довольно весело. На супермаркете мы переработали компоненты, чтобы скрафтить спальники и кодовые замки. И самая сложная часть развития была позади. А еще Атом долгое время не мог понять, как ввести пароль в эту дверь. И пока он вводил пароли, я играл в Warface. Это надежный, проверенный временем бесплатный шутер, в который играют миллионы игроков, и он продолжает радовать пользователей своей стабильной работой, постоянным развитием и добавлением нового контента. Игра доступна в игровом центре StormiGames, без всяких ограничений. Warface отличается огромным выбором как PvP, так и PvE контента на любой вкус. Любители PvP могут играть в 10 режимах и участвовать в соревновательных рейтинговых матчах. Также Warface исполнилось 10 лет. В честь этой знаменательной даты в игре запустился масштабный ивент «Большая охота», в котором вас ждут. Новый PvP режим «Арсенал», в котором последовательно сменяются пушки в зависимости от количества фрагов, сделанных игроком. Новая PvE-миссия в горном сеттинге, где игрокам нужно добыть данные со сверхсекретной базы. И, конечно, крутые награды за участие в ивенте. Кроме того, недавно был запущен сезон «Авангард». Вместе с ним в игре появились переработанные классические карты, улучшенный боевой пропуск и новая система прогрессии. Присоединяйся к масштабному празднованию и забирайте подарки по ссылке в описании. Как только я вернулся в Rust, я услышал шаги под домом и решил самую малость забайтить этого челика. Я убил его! Ха-ха-ха-ха! Ха-ха! О, мой, о, мой бог! Да, да, да. Валплей. Ты знаешь, что этот человек имеет? Посмотрите на это. Этот человек хочет рейдить нас. Очевидно, такой ему фонтирадчику не понравился. И я понимал, что, скорее всего, они придут нас очень скоро рейдить, и нам нужно было сделать хотя бы выход через крышу. Таким нехитрым способом у нас появилось первое оружие. У меня Томпсон, а у моего друга Чирка. Пи***ь. И в этот момент по домам у нас начался какой-то ад. Нас пытались убить абсолютно все. Еще один человек. Еще один человек, мой друг. Еще один человек. Как я и говорил, соседи нас не совсем полюбили, и уже собирались нас рейдить. Этот человек хочет рейдить нас, ты знаешь? Этот человек имеет сачель. Я не хочу рейдить тебя, брат. Я не хочу ничего. А еще нам очень повезло, что у нас появился хороший сосед, который явно не собирался с нами стреляться. И жил он прямо напротив нас. Эй, мой друг. Мы новые игроки, но этот человек хочет рейдить нас. Я убил его. Кто? Я не знаю. Галь с хазматом. Мы можем играть как хорошие близкие, мой друг. И тут наша история обрело новые краски. Мой иностранный сосед поведал мне, как его постоянно рейдили. Это мой база, и я наоборот 2 раз. Я уже начинал 3 раз. Это очень грустно. Но мы можем играть как хорошие близкие. Я могу тебе приглашать к группе. Потому что я могу пытаться... Да, я могу пытаться... У меня есть команда, но они не будут играть больше. Я буду играть как-то. Окей. Я просто пытаюсь начать снова. Я знаю, где они живут. Этот человек с хамером и так далее. Я знаю, где он живет. Окей. Если какие-то ребята пойдут рейдить тебя, мы можем помочь тебе. Оп! Хил им! Гуд жоп! Ты убил им? Гуд жоп, Атом! Атом, ты лучший игрок! Я действительно не знаю, что тут происходило, но на нас нападали все, кто только мог. Но новичок Атом спас эту ситуацию и засейвил весь наш лут. Одни из тех, кто зарейдил моего дружелюбного соседа, жили вот в этой базе. Кстати говоря, они же пытались зарейдить и меня. Фух. А потом эти типы и вовсе сели на крышу и постоянно стреляли по нам с питона. Оу, это жопы. Ты уверен? Ты убил меня от этого. О, окей. Фух. Руф-кемпер, брат. И вы не поверите, так они сидели на протяжении уже полчаса. Один парень, лут мне, лут мне, лут мне, лут мне, убь его. Он еще лутит, он еще лутит. Найс. Фух. Руф-кемпер, милый. У меня появился план, как забрать их питон, чтобы они больше не сидели на крыше. Но для этого нам нужны были лестницы, которые были у моего соседа. Но тут все было не так просто. Они немного нас опередили и залезли на крыши к Ву. Руф-кемпер, милый, милый, милый. Беги-беги-беги-беги-беги-беги. Хорош, мужик. Три хп, это, конечно, вообще такая жесть. У нас были небольшие проблемы. В том сани патроны у меня полностью закончились. И хилок у меня тоже дома не было. Поэтому мы хилились водичкой. А мистер Ву показал, как устроен его домик. Оказывается, все в доме у него было не так радужно. Дом был полностью зарейжен. Шкаф стоял тоже не его, и он был залочен. Но сейвить лут он по-прежнему здесь мог, так как тут стояли его двери. А дальше мы схватили лестницы, которые у нас были, и побежали доставать наших соседей. И знаете, Атом хоть и был новичком, но отпор давал он знатный. Атом, what are you fucking doing? You kill him again. Good job, my friend. И, к сожалению, новичка Атома больше я на этом сервере не видел. В этот момент мне действительно стало грустно. Ведь играть с ним мне было очень весело. Ну а вы обязательно поставьте лайк, если вы хотите, чтобы Атом вернулся в эту игру. Ну а наша история продолжается. У меня остался сосед Ву, которому нужно было помочь выживать на этом сервере. У моего соседа внутри стоял чужой шкаф, и его нужно было уничтожить. И для этого я скинул ему сочельку. Пока я искал компоненты, чтобы переработать все на ткань, я услышал очень много выстрелов с чирки в стороне моего дома. Это означало только одно, что они, скорее всего, меня рейдят. Я думаю, что этот человек рейдил мою базу, или нет? Да, я думаю, что этот человек рейдил мою базу. Можешь мне дать свою йоку? Я нужна йоку, я нужна бульта. О, мой бог, три раза пытаюсь рейдить мою базу. Че, они рейдили? А рейдили они стеночку прямиком к шкафчику. И, к сожалению, починить мне было нечем, так как у меня не было дерева. И только я собирался побежать пофармить дерево, как вдруг пришли они. Дверь, к сожалению, сверху была открыта, и выходить было опасно, поэтому пришлось кинуть сочельку. К счастью, задефать этот домик у меня получилось. Сосед принес мне немного дерева, я починил стенку и дал, наконец-то, ему пароли от моего домика, ведь я начал ему доверять. Патронов и ресурсов у меня дома абсолютно не было, поэтому мне нужно было хватать скраб и бежать на аутпост закупаться. И первым делом я закупил дымовые гранаты, чтобы переработать их на порах. И как только я был полностью заряжен, я побежал фармить камень, ведь понимал, что скорее всего меня снова придут рейдить. Ну а по приходу домой, я наконец-то заграбил свой квадратик в камень и поставил железную дверку, и лут мой был уже полностью в безопасности. А также у нас появился первый верстак. И первым же делом мы побежали фармить наших соседей, которые лутали бочки. И чтобы они почувствовали всю боль, что чувствовал я, я сел к ним на крышу и не давал им просто попасть в их же домик. Их это настолько задизморалило, что они просто ливнули сервера и даже не закрыли свои двери. Не понял. Вот это я место выбрал, блин. Наконец, как только все подутихло, мой домик уже никто не рейдил, я мог побегать и пофармить различных фермеров. Помните, Ву нам рассказывал о том, что его рейдили два раза? Вот вторая база тех, кто его зарейдил. И домик у них, скажем так, был довольно неплох. Ох, этот парень у меня в металле. Посмотрите на это. Они знают, что ты здесь? Ох, этот парень построил. Он меня видел. Я убил его? Четыре раза и проектом убил. Это это. Ох, нет. Ох, нет. Ох, нет, ох, нет, ох, нет. У нас даже почти получилось их убить, но снизу это было сделать практически без шансов. Нам нужно было изучить лестницу, чтобы делать грязь. Абсолютно все, что я находил, я перерабатывал, так как скраба нам нужно было много. Мы купили лестницу у наших соседей, и в этот же момент я понял, что мы можем йонькнуть все ресурсы с их магаза. Нам нужно было вырубить всего лишь окно и деревянную стенку. Но для начала я изучил самый важный компонент моего выживания. Лестницу. Ох, это хорошо, чувак. Мы убили их всех. Все, даже если эти йокеры крафтят, я буду все-таки фармить, я буду все-таки фармить. Окей, если я умер, я умер. И как только лестницы были докрафчены, мы сразу побежали доставать этот клан. Хорошо, что с оружием как таковых проблем у нас не было. Я понял, что с черками там делать нечего. Тогда я купил себе СМГ и побежал снова к ним. У меня был максимально гениальный план. Я взял с собой дымовые гранаты, СМГ и был готов делать грязь. Я на земле. Он приедет. Я на базе. Один из-за, я уверен. Да, он есть, он есть, один из-за. Осторожно. Я умер, я умер, я умер. Есть два на каждой стороне. Смотрите, смотрите, смотрите. Убил два. Убил два. Я показываю. Убил два. Ты взял меня? Я не могу. Я не могу. Еще один. Еще один. Два мп5. Убил два. Я снял его! Я снял его! Ты остался? Я живу! Не знаю! Я снял его! Я от него еще раз! Я снял его! Я снял его! Я не снял его, я снял его! Пинц Я возьму Я возьму Там паник Тоже много бомбов Я не могу вернуться Я не могу вернуться Я взял паник Я вернулся с Атами или что? Я не знаю Я выйду Иду, иду, иду Я за машину Я обは moroc Два могла И к счастью с этого замеса нам удалось засейвить абсолютно все позже мой иностранный друг подбежал к этой базе увидел то, что они продолжают строится И мы решили им немножечко помешать Я думаю, что я умер. Одна, одна. Два, два. Я умер, я умер. Давай, давай. Ты можешь убить дб. Дб, 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 дб. И... И... Я думаю, один. Я умер. Я умер, я умер. Я умер, я умер, я умер. Мы прибежали туда несколько раз и поняли, что ловить нам там больше нечего. И тогда мы решили выжечь магазин наших соседей, которую рейдили ву. И... И попутно я обучал иностранцы русскому языку. Русский язык. Быстро, быстро, это быстро. В русском. Быстро, быстро. Моу, вырвай, это шевели булками. Шевели? Шевели булками. Ха-ха-ха. 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 О, мой бог. Русский язык. Еще разок. Еще раз. Да, да, это хорошо. Да. Да, красиво. Оооо. Ммм. Ууу. Ууу. После того, как мы ограбили магазин наших соседей, мы пофармили еще различных фармеров, я немного улучшил домик, и мы отправились отдыхать. Зайдя на следующий день, я увидел то, что домик наших соседей, который рейдили Ву, полностью сгнил. Это означало то, что они ливнули после того, как мы им просто не давали играть. Мда. Но они были далеко не единственными нашими противниками. Видите эту коровку? Так вот, она стоит на том доме, на котором мы вчера залазили с лестницами. И поверьте, домик у них расширился довольно неплохо. Да, у меня была сочелька и надежда, что я смогу бахнуть их корову. И пока я бежал до их базы, мой иностранный друг читал рыбчинку. Не, 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 я бы лихал, если я сказал, что я не лихал. Но у меня очень больно, но я не знаю, как я давал с этим. И все равно. Я не могу. Я не могу. Мы будем уничтожить этот п***ц. Трест. Но я думаю, что этот парень у него авто турец. Но это не большой проблем. Потому что я получил такой силы. О, да, бебе. О, да, этот парень у него авто турец. Я думаю, что там есть кто-то. Вон он там. В repeatsato с друзьями, это было в её. В底っと. Меня ударил. Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok